Эти чудесные животные Родители узнали, что возле фирмы «Пожар» они оба воскликнули «Боже, там наши животные!» Произошло чудо. Среди дымящихся руин их дочь нашла живое существо. Эти чудесные животные Жизнь среди руин В 2002 году в штате Колорадо наступила ужасная засуха. Такой жаркой и сухой погоды здесь не было с 30-х годов. Утром 2 июня Билл Смит и его жена Шерли находились на своей ферме, расположенной недалеко от Каньон-Сити. Накормив животных, они поехали на работу в город. До выхода на пенсию Билл работал пожарным, и такая погода вызывала у него тревогу. Жара стояла уже несколько месяцев. Трава высохла и выгорела. Все понимали, рано или поздно случится лесной пожар, но мы не предполагали, что он будет настолько серьезным. Билл и Шерли жили на склоне Железной горы уже 12 лет. Ферма для них была скорее увлечением, чем серьезным занятием. Супруги просто любили животных. Я сам вырос на ферме, у нас всегда было много животных. Когда мы поселились на горе, я завел куриц, собак, кошек и других мелких животных, которых мы могли прокормить. В 24 километрах от каньона Сити загорелся высохший кустарник. Вскоре небольшое возгорание переросло в необузданный лесной пожар. Пламя распространилось по горам, пожирая гектар за гектаром и спепеляя дом за домом. Билл и Шерли находились в это время на работе в городе. Им сообщили, что их ферма находится на пути огня. В день пожара я работал на большом экскурсионном поезде, который ходит по каньон Сити. Мне сказали, что к моему дому подступает пожар. Пока остальные жители бежали от огня, Билл спешил ему навстречу, опасаясь за жизнь своих животных. Я их очень любил, они были частью моей семьи. До огня было еще километров пять. Я думал, что успею спасти своих животных, а также собак и кошек. О нет! О нет! Фокси! Ред! Но к тому времени, как Билл добрался до собак, пожар подступил совсем близко. Если бы он попытался спасти других животных, погиб бы сам. Иди сюда! Передо мной поднялась стена пламени. Я даже не видел сарай, который стоит всего в двадцати метрах от дома. Я понял, мне пора спасаться бегством. Это было что-то ужасное и невероятное. Четыреста пожарных тушили пожар шесть дней. На полутора тысячах обуглившихся гектаров еще несколько дней назад стояло восемьдесят домов, в том числе и ферма Смитов. Семья была в шоке. Линда Марш, дочь Билла, знала, ее родители горевали совсем не по сгоревшему дому. Я еще не встречала людей, которые любили бы животных так же сильно, как мои родители. Больше всего они горевали по погибшим животным. Как только они узнали, что возле фермы пожар, они оба воскликнули. «Боже, там наши животные!» Материальные ценности их не волновали. У нас были куры, утки, гуси и кошки. Все они погибли. Пожар уничтожил все, что у нас было. Но оказалось, погибли не все. Когда Линда пришла на пепелище, она услышала слабый крик надежды. Эти чудесные животные. Эти чудесные животные. Лесной пожар, бушевавший в штате Колорадо, уничтожил ферму Билла и Шерли Смит. Несколько дней спустя их дочь Линды вернулась на ферму, чтобы оценить масштаб трагедии. Было ощущение, что я оказалась на Луне. Это трудно объяснить словами. Над горой висело увремое безмолвие, и я чувствовала, что вокруг меня не было ни души. И вдруг я услышала «Мяу». Я решила разгребать обгорелые доски, пока не найду несчастное животное. Я подняла металлические листы крыши и начала убирать обломки. Мяуканье раздавалось все громче. Я подняла еще один лист железа. Под него просочился луч света, и я увидела маленького котенка. Его лапы обгорели так сильно, что бедняга не мог ходить. Он пытался от меня убежать, но все время падал. Его усы были опалены, а на обожженном носу появился огромный волдырь. Я подумала, боже, надо спасти этого котенка. Линда принесла обожженного котенка в ветеринарную клинику, в которой в тот день работал доктор Джо Болл. Я нашла его на ферме моих родителей, которая стоит на склоне горы. Там, где был пожар, невероятно. Котенок был в тяжелом состоянии, бедняга был обезвожен, слаб и голоден. На его лапах, ушах и носу были ожоги второй и третьей степени. Да, нелегко ему пришлось. Когда котенка принесли к нам в клинику, он кричал от боли. Он был в шоке. Прежде всего мы дали ему воды и забинтовали лапы, чтобы он их не повредил. Мы увлажнили его кожу, намазали нос мазью и сделали укол антибиотика. Врач сказал, что котенок проведет ночь в больнице, а к утру можно будет сказать, выкарабкается он или нет. Котенок успешно пережил первую ночь, а уже через две недели кот, попавший в самый ужасный пожар в истории штата Колорадо, был готов отправиться домой. Линда ни на секунду не задумывалась о том, где теперь он будет жить. Как только я взяла его в руки, он стал моим. Привет. Здравствуй. Линда. А это кто такой? Пап, я нашла его на ферме, он пережил пожар. Невероятно. Но как? Его завалило обгоревшими обломками. Вы не представляете, какое выражение лица было у моего отца. Это невозможно описать словами. В его глазах мелькнул лучик надежды. Он умудрился выжить во время пожара. Это просто чудо. Мы так и назвали его. Чудо-кот. У семьи Смитов началась новая жизнь. Вместе с чудо-котом они переехали в новый дом. Котенок дал Билой Шерли надежду в тот момент, когда они в этом нуждались больше всего. Кот помогает им зализывать старые душевные раны. Благодаря чудо-коту их жизнь стала гораздо легче. Котенок стал для Смитов символом новой жизни. Он помог своим хозяевам оправиться от пожара. И вскоре они заново отстроили свой дом. Это символ восстановления их дом и проживания огня. Котенок отвлекал нас от мысли о потере дома. Теперь я уже даже не помню, как нам тогда было тяжело. Чудо-кот помог нам лучше любого психолога. Я думаю, что много терапии для нас. Эти чудесные животные. Далее в программе собака по кличке Лакота обладает массой талантов. Он умеет приносить ведра, щетки и другие предметы, которые могут понадобиться его хозяйке в работе. Но однажды ночью Лакота спас ей жизнь. Эти чудесные животные. Лакота Брэнди Шершбергер работала пастухом и управляющей ранчо на холмах Санта-Фе, штат Нью-Мексико. Моими предками были индейцы племени Чироки. Мне нравится жизнь, полная приключений. Мне интересно все новое. Брэнди побывала во многих штатах США, работая в самых разных местах. Лакота, привет, как у тебя дела? Жизнь в постоянном движении полна трудностей и проблем, но Брэнди путешествует не одна. Ее повсюду сопровождал закадычный друг, золотистый ретривер по кличке Лакота. Лакота это племя американских индейцев, которые относятся к народности Сиу. Слово Лакота означает гармонию и единение людей. Мне понравилась кличка этой собаки, и я решила взять ее себе. Мне нужен был верный друг. Лакота появилась в жизни Брэнди после того, как ее изнасиловали. С того дня Брэнди чувствовала себя напуганной и уязвимой. Я жила в Айдахо, в богом забытом деревне, где жили одни отморозки. Когда меня изнасиловали, я долго не могла прийти в себя. Я поклялась, что больше не буду одна, и решила носить с собой какое-нибудь средство самообороны. После выздоровления сестра Брэнди посоветовала ей завести собаку, чтобы помочь излечить и душевные раны. Лакота был последним щенком помета. Он видел, как его братья и сестры попадали к новым хозяевам. И, наверное, думал о том, что, когда подойдет его очередь, он никогда не упустит своего хозяина из вида. Преданный ретривер никогда не отходит от своей хозяйки. Он помогает ей носить тяжелые ведра, приносит щетки и другое оборудование, необходимое ей в работе. Лакота приносил мне фонарик, чтобы я смогла войти в сарай. Он приносил по воде, я запрягала лошадь, а он сам вел ее потом за повод. Он делал все, о чем я его просила. После трудного рабочего дня Брэнди и Лакота отдыхали и играли. Он мне как сын. Я отношусь к нему как к маленькому человеку, а не как к собаке. Осенью 1997 года, до того, как Брэнди нашла работу на ранчо, она работала школьной уборщицей в Ванкувере, штат Вашингтон. В то время Лакоте было шесть лет. Директор школы не возражал против того, чтобы собака составляла своей хозяйке компанию во время длинных, одиноких ночных смен. Когда я работала в школе, Лакота всегда был рядом и старался мне помочь, чем только мог. Брэнди и Лакота переходили из комнаты в комнату, не подозревая о том, что за ними кто-то наблюдает. В ту ночь мы, как всегда, обошли все классы. Вот мы все и сделали. Смена подошла к концу, и я собиралась запереть школу. Брэнди решила осмотреть окна и двери школы, чтобы убедиться в том, что они надежно закрыты. Вокруг школы росло много деревьев, и ночью она казалась особенно темной. Из темноты за действиями Брэнди наблюдал человек. Осмотрев окна и двери, Брэнди направилась к парадному входу, чтобы запереть дверь. Пока хозяйка закрывала дверь, Лакота пошел к машине. Незнакомец решил, что пес ушел, и напал на Брэнди. Он стоял в трех шагах от меня, и еще немного, и он бы меня схватил. Лакота заметил опасность и пришел на помощь. Минуту назад на его морде было спокойное и счастливое выражение, но в этот момент он был невероятно собран. Его хозяйке грозила опасность. Лакота был в ярости, он держал его зубами и ни за что не хотел разжимать челюсти. Брэнди наблюдал за схваткой, замерев от ужаса. Я вспомнила о том, что произошло со мной несколько лет назад. Я была в шоке, на меня снова напали. Но на этот раз у парня был нож. Когда Лакота отпустил преступника и вернулся ко мне, я увидела на его шерсти крост. Незнакомец убежал, а Брэнди поспешила осмотреть свою собаку. Я не знала, успел ли парень пырнуть его ножом, но на собаке было много крови, и я решила, что Лакота серьезно ранен. Спасибо. Ты херост. Оказалось, что во время схватки Лакота не пострадал. Когда Брэнди попала в беду, он, не задумываясь, бросился ей на помощь. Мы связаны друг с другом так, как могут быть связаны только человек и его любимое животное. Я знаю, Лакота ради меня сделает все, что угодно. Узы дружбы переросли для Брэнди Лакоты в нерушимую взаимную преданность. Лакота мой маленький герой, мой ангел-хранитель. Он спас мне жизнь. Спустя пять лет странствий по стране, Брэнди и Лакота поселились на мирном ранчо в штате Нью-Мексико. Здесь они обрели свой дом. Каждый день я молюсь великим духом и благодарю их за то, что они послали мне четвероногого друга. Лакота для меня все равно, что святой. Эти чудесные животные. Далее в программе. Возле дороги нашли истощенного белоголового орлана, у которого была отстрелена большая часть клюва. Несчастную птицу немедленно доставили в местный центр охраны дикой природы. Я подумал, что могу помочь бедняге. Мне нравятся птицы, я часто вырезаю их из дерева. Кроме того, я работаю стоматологом. С помощью своего хобби и профессиональных умений я мог сделать для него новый клюв. Эти чудесные животные. Новый клюв. Белоголовые орланы — величественные птицы. Эти хищники замечают рыбу с расстояния полутора километров. Поря на крыльях размахом более двух метров, они развивают скорость до 160 км в час. Но даже они бессильны против разрушительного оружия человека. В 2002 году на западном побережье острова Ванкувер, расположенного в Британской Колумбии, был обнаружен орел с простреленным клювом. Тем временем на другой стороне острова доктор Брайан Эндрюс работал в стоматологической клинике, расположенной в городе Нанаймо. В свободное от работы время он вырезает деревянных птиц. По мне работа стоматолога — профессия творческая. Я люблю вырезать птиц с помощью стоматологических инструментов. Шлифую фигурки наждачным диском, а перья и тонкие детали вырезаю специальными сверлами, которые применяют стоматологи. Обожаю резьбу по дереву. Однажды доктор Эндрюс увидел в газете статью о подстреленном орлане. Человек, который выхаживал птицу, искал специалиста, который мог изготовить для нее протез клюва. Я решил, что смогу помочь бедняге. Мне нравятся птицы, я часто вырезаю их из дерева. Кроме того, работаю стоматологом. С помощью своего хобби и профессиональных умений я мог сделать для него новый клюв. За орланом ухаживал Робин Кэмпбелл. Доброе утро, вы позвонили в Центр защиты дикой природы. После выхода статьи Робину стали звонить ветеринары и стоматологи, но все они считали, что создать протез клюва невозможно. Они говорили, что придут посмотреть, можно ли что-то сделать, но они не верили в свой успех. Я же искал человека, который был бы уверен в себе на все сто. Звонок доктора Эндрюса отличался от других. Он рассказал мне о том, как любят птицы резьбу по дереву, затем сказал, что хотел бы взяться за эту работу. Я понял, это тот, кто мне нужен. В 1986 году Робин основал реабилитационный центр для диких животных, чтобы заботиться о больных и раненых птицах. Как ты делаешь сегодня? Когда к нему принесли белоголового орлана, он был на волоске от смерти. Но у него была такая воля к жизни, что Робин поклялся помочь ему всем, что было в его силах. Жизнь животного имеет такое же большое значение, как и жизнь человека. Было бы несправедливо усыпить этого орлана. Спасибо, что были с нами. Присылайте нам свои истории и до следующих встреч в программе «Эти чудесные животные». Программа дублирована на студии Tutti Records по заказу студии U7 TV. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова